Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обденск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуаев. Идарий Человеков. Вот о чем расскажем сегодня. Владислав Шапша поздравил с профессиональным праздником юристов Калужской области. В канун Дня неизвестного солдата в Обденске почтили память павших воинов. Обденские депутаты обсудили схему движения по территории клинической больницы номер 8. Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр ответил на вопросы журналистов о векторе развития первого наукограда. В нашем городе состоялся мастер-класс по фигурному катанию. 1 декабря в Калужском государственном университете имени Циолковского прошло мероприятие, посвященное Дню юриста. В нем приняли участие губернатор Владислав Шапша, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, экс-сенатор Российской Федерации Алексей Александров, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, депутат Государственной Думы Ольга Коробова. Почетными гостями торжественного собрания стали руководители органов государственной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств региона, калужских вузов, депутаты и представители юридической общественности региона. В ходе мероприятия отмечалось, что основным организатором торжеств в честь профессионального праздника выступает Ассоциация юристов России, которая была основана в 2005 году. Сейчас она насчитывает свыше 600 местных отделений, уже создано 1150 центров оказания бесплатной юридической помощи. Сергей Степашин подчеркнул особую важность этого направления деятельности в непростых условиях проведения специальной военной операции. Также в числе ключевых направлений совместной работы он назвал правовое просвещение, участие в разработке законов по социальной защите мобилизованных и членов их семей, юридическую помощь нашим соотечественникам за рубежом и противодействие попыткам переписать историю нашей страны. В своем поздравлении Анатолий Артамонов подчеркнул, что секрет развития Калужской области связан с тем, что Калужское юридическое сообщество работает как единый слаженный механизм, находится в равновесном состоянии. При этом он пояснил, необходимо, чтобы закон исполнялся, но нужно, чтобы и здравый смысл сохранялся. Найти эту золотую середину, это искусство, это отличает настоящих профессионалов. Владислав Шапша также отметил высокую квалификацию калужан, чей труд связан с юриспруденцией. По его мнению, во многом с этим связано дальнейшее развитие нашей области. Я хочу вас попросить любить нашу Калужскую землю, любить и уважать людей, которые здесь живут. Делать все для того, чтобы Калуга, Калужская область продолжала идти вперед и продолжала оставаться успешным регионом, регионом, где люди хотят жить, куда хотят приехать, где хотят создать семьи, родить детей и идти вперед. В ходе торжества прошла церемония награждения лучших юристов области. Сегодня, в канун дня неизвестного солдата, жители Обдинска возложили цветы у мемориала Вечной Огонь в Белкинском парке, к могиле павших во время битвы за Москву. У Вечного Огня собрались школьники, представители ветеранских организаций и члены поискового отряда память Обдинского отделения ДСАФ. В мероприятии приняла участие глава администрации Обдинска Татьяна Леонова. Поисковый отряд работает в течение многих лет. Его усилиями в ДСАФ создан музей, где представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, поднятые на территории нашей области. Недавно поисковики обнаружили останки еще троих бойцов и медальон, который, к сожалению, сильно поврежден. Так что фамилию прочитать пока не удалось. Но активная поисковая работа продолжается. Мы собрались в преддверии Дня неизвестного солдата, почтить память неизвестного солдата. Собрались с теми ребятами, которые занимаются ежедневно, еженедельно, ежечасно как раз поиском этих безымянных, неизвестных солдат, которые до сих пор еще лежат в нашей земле, и возвращают этим безымянным солдатам имена. Приглашаем вас к нам в музей, который создан в здании ДОСАВ города Обнинска и посвящен работе поискового объединения. Будем рады видеть вас всегда в наших стенах. Вчера состоялось заседание комиссии по здравоохранению при Обгенском городском собрании. На повестке были два вопроса. Прививочная кампания от гриппа и обсуждение обновленной схемы проезда через территорию больничного городка. В больнице объясняют нововведение так. Необходимо прекратить стихийное движение транспорта по территории, а также усилить безопасность. До ноября 2022 года организация дорожного движения на территории клинической больницы осуществлялась в крайне негативном ключе. Были стихийные парковки, были брошенные автомобили, что значительно затрудняло как оказание медицинской помощи, так и посещение. После того, когда проект был согласован, был издан приказ об организации дорожного движения, об установке на территории шлагбаумов, знаков и направлений. По словам Ивана Фролова, ситуация после ограничения движения по территории не ухудшилась. К представителям больницы поступило много вопросов. Депутат Елена Корнилова интересовалась, как быть пожилым и маломобильным гражданом, ведь около больницы теперь меньше пространства, чтобы оставить машину. А скромного числа парковочных мест напротив лестницы поликлиники на всех не хватит. Жалоб уже поступает много. Если речь о стариках, инвалидах, маломобильных гражданах, то для них большая парковка через дорогу не самый удобный вариант. Председатель комиссии Владимир Черкесов добавляет, остался непродуманным способ возвращения автомобилей от входа на эту парковку. Там одностороннее движение на самом деле. Вот чтобы по вашей схеме получается, он должен высадить через пионерский проезд, ну это огромный крюк, вернуться обратно и поставить на ту стоянку, о котором вы сейчас говорите. Вот как эти моменты, продумали вы этот вопрос, продумали ли его до конца все-таки, да? Почему? Потому что возвращаться любому гражданину по одностороннее движение, ну запрещено по правилам дорожного движения. Да, выехать сразу на улицу Ленина и поставить именно на ту стоянку, о которой вы говорите, там много мест полностью с вами согласен, но это будет технически очень тяжело. Замдиректора больницы говорит, что припарковаться все еще можно и около больницы. Вдоль дороги в лесном массиве есть стихийные и официальные места для парковки. Если проехать дальше к приемному отделению, там тоже можно оставить транспорт. Однако депутаты считают, что карманы должны быть оборудованы по всем правилам, и предлагать в качестве выхода так оставлять машину – не дело. В КБ согласны, считают, что хотя бы отсыпку щебнем сделать надо, но земля муниципальная. Депутаты предлагают обращаться в администрацию, в комиссию. Когда проблема обозначена, ее решат. Депутат Зиновий Гуров предлагает рассмотреть вариант создания дополнительной парковки. Есть пока пустующие территории, но которые, может быть, в силу каких-то причин, через 5-10 лет они будут, возможно, там строится, будет, возможно, что-то, ну, например, возле церкви. Там вот это, за поликлиникой имеются пустующие земли. Может, там сделать пока временную парковку, а время придет, ну и будете решать. Мы понимаем необходимость, но физически, на самом деле, вот эта территория за детской поликлиникой, ближе к церкви, на самом деле, она гораздо территориально дальше от поликлиники, нежели чем те места, которые я, в принципе, сейчас обозначил. Согласно заверениям заместителя директора, к детской поликлинике на парковку труда проехать не составит, однако депутаты обращают внимание. Движение там также одностороннее, сквозной проезд перекрыт, так как же подобраться к заветной стоянке? Александр Индин и его коллега неоднократно говорили, что охранники всегда дежурят на пропускных пунктах, они поднимут шлагбаум, если человеку нужно попасть к роддому или к детской поликлинике. Люди адекватные, понимающие. Представители больницы заверяют, что с проявлением синдрома вахтера пациенты точно не столкнутся. Правда, похоже, не все депутаты в этом убеждены также. Народные избранники отмечают, что схема должна быть размещена в открытом доступе, на разных информационных ресурсах, чтобы граждане имели возможность с ней ознакомиться. И неплохо бы расшифровать ее, дать пояснение, что она не обозначена. Члены комиссии считают, что нужно в дальнейшем собраться снова. Если на изменения будет много жала под жителей, следует принять меры и скорректировать схему. Александр Индин уверяет, что в больнице готовы обсуждать, готовы сотрудничать. В ноябре состоялся международный форум «Атомэкспо». Это главное международное событие мировой атомной отрасли, а также крупнейшая выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли. Формируются тренды ее дальнейшего развития. Присутствовала на форуме и делегация от Тобнинска. О ключевых событиях, касающихся первого наукограда страны, которые были озвучены на этом масштабном событии, поговорили с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Геннадием Скляровым. Подробности в следующем сюжете. Сам форум очень интересный. И лозунг форума «Атомная весна» говорит о многом. «Конечно, я могу вам сказать, опираясь на мнение руководителей МАГАТЭ, Международной атомной организации, что в ближайшие годы будет ренессанс атомной энергетики. Планируется, что в шесть раз возрастут в мире расходы на строительство новых атомных энергетических объектов. И во многом это малая энергетика. И поэтому представители более чем 50 стран приехали на форум, и все хотят вступить в атомный клуб». Обсуждалось то, каким образом Россия поможет. Это касается технологий строительства, обеспечения кадрами. «Все это об Обненске, это новые большие возможности для нашего города», отмечает Геннадий Скляр. Стоит подчеркнуть, что сегодня ядерные технологии затрагивают не только энергетику, но и медицину, продовольственную безопасность и многое другое. «Большой круглый стол был посвящен развитию ядерной медицины. И в центре этого обсуждения стояло строительство самого крупного в Европе, самого современного завода радиофрампрепаратов, который начинает строиться у нас на Карповке. И этот завод станет ядром новой системы клиник, которые будут создаваться во всех регионах России. И радиофрампрепараты в эти клиники будут доставляться отсюда, из Обненска». Обненск звучал на протяжении всех дискуссий в рамках форума как пример плацдарма ядерного прорыва, подчеркивает депутат Государственной Думы Российской Федерации. «То, что инновационно-технологический центр наш, парк атомных и медицинских технологий, в ближайшие месяцы предъявит серьезные планы развития, это тоже меня очень-очень радует. И то, что такой крупный финансовый институт, как Внешканомбанк, в лице его руководителя Игоря Шувалова, становится нашим партнером, это тоже хороший знак для Обненска». Речь идет не только о тех институтах и компаниях, которые уже сегодня работают в Обненске. Обненск должен объединить Протвино, Пущино, Дубно и другие наши научные центры, чтобы стать катализатором новых больших проектов, потому что новые образцы оборудования, которые будут разрабатываться в Протвино в Институте физики высоких энергий, где оно будет опробоваться? У нас, в Обненске, рассказывает в беседе с журналистами Геннадий Иванович. «Мы становимся центром большой семьи атомной, которая будет работать во имя здоровья, во имя победы над раком, победы над многими сердечно-сосудистыми заболеваниями. И это тоже все говорилось на форуме. И, конечно, для того, чтобы наши планы были успешными, очень важно, чтобы ребята, которые заканчивают школу, выбирали атомные профессии, шли учиться и в наш институт атомной энергетики, и в другие университеты страны, для того, чтобы мы получали хорошее новое поколение. Поколение, которое знает свою профессию, и поколение, которое заражено энергетикой успеха, энергетикой победы». «Мы имеем сегодня тот потенциал, ту репутацию, которые работают и на Россию, и на Обнинск в частности», резюмирует Геннадий Скляр. «И что немаловажный интерес к профессии атомщика нужно развивать с малых лет, готовить молодое поколение, погружая его в мир атомной энергетики еще в детском саду, создавая тем самым преемственность со школой, а затем и с вузом». «Нам нужны атомные династии, и это очень здорово, что мы уже сегодня говорим, что мы атомщиков готовим с детского сада. Я об этом, кстати, говорил и на форуме тоже, некоторых даже немножко этим удивил, но все согласны, что да, нужно, чтобы ребенок, как можно раньше, зажигался интересом к творчеству, в том числе научному творчеству, техническому творчеству, и дальше в школе, чтобы математика, физика, химия наряду с литературой и историей были главными предметами». Народный избранник считает, что Обнинск не только с точки зрения технологий, специалистов, но и с позиции атомного города. Он себя должен заявлять сильно. Для этого есть все аргументы. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 1 декабря в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» стартовала акция «Спортивная зима». Это мероприятие приурочено к старту зимнего спортивного сезона. И в прошедший четверг на базе Обнинского спорткомплекса «Олимп» состоялся мастер-класс для юных горожан, занимающихся в секции фигурного катания. Такая спортивная акция стартовала в прошедший четверг на ледовых площадках Калужской области в Калуге, Жукове, Кирове, Кондрове и, конечно же, в Обнинске. Для воспитанников отдела спортивной подготовки по фигурному катанию на коньках спорткомплекса «Олимп» состоялся обучающий мастер-класс, который провел именитый фигурист и тренер Сергей Добрин. Цель популяризации фигурного катания в Обнинске спасибо большое за приглашение. Я как бывший спортсмен и уже ныне тренер показал на этом мастер-классе темповую, быструю раскатку. Немножко повращались с маленькими и попрыгали. Попрыгали на удочке, попрыгали в тройные прыжки. Посмотрел в целом уровень фигурного катания в вашем городе. В среднем неплохо, но есть на чем работать. В рамках мастер-класса была проведена общая тренировка, включающая в себя раскатку, вращение и прыжки. Узкопрофильных целей установлено не было. С маленькими я уже по раскатке понял, что придется уделить больше базовым моментам, какие-то большее время. А для старших я понял, что они неплохо оснащены базовой техникой и техникой исполнения прыжковых элементов. И мы больше прыгали. Больше прыгали связками. Кто-то тройные, кто-то двойные, кто-то каскад добавлял. Поэтому в целом неплохо. Сергей Добрин отметил, что в рамках мастер-класса, конечно, вряд ли можно научиться чему-то более сложному. Упор сделан больше на показ того, в каком темпе должны проводиться тренировки на ледовой арене. Также знаменитый тренер пожелал спортсменам не останавливаться на достигнутом и идти к самым высоким целям, которые ставят перед собой дети, занимаясь спортом. Сергей Китов – это тренер, который здесь работает. Мы вместе с ним в спорте катались у одного тренера. И человек, который прыгал тройные, я прыгал тройные прыжки. Мы знаем это фигурное катание изнутри. И цель – это передать внутреннюю энергетику фигурного катания. И постараться детям за этот короткий промежуток времени дать частичку себя для того, чтобы потом детям было просто веселее приходить завтра на следующий день на тренировку и продолжить работать. Своими впечатлениями о мероприятии в рамках акции «Спортивная зима» поделились юные фигуристы Наукограда. И, стоит отметить, мастер-класс всем пришелся по душе. Мастер-класс был проведен хорошо. Я много чему научилась. Примерно понимаю, что мне надо будет отработать. И, мне кажется, это очень хороший мастер-класс и очень хороший проект. Этот мастер-класс был очень сильно полезен. Мы рассмотрели многие заходы на прыжки, а также нам подсказали наши ошибки в наших прыжках, что нужно доработать и исправить. Очень пригодится все. Мы будем вспоминать все ошибки наши и будем на тренировках их исправлять. Сегодня была такая смесфера. Все было так хорошо. И нам очень понравилось. Мы узнали много чего нового. После таких мероприятий у юных спортсменов горят глаза. Появляется стремление идти вперед. Каждый из фигуристов в минувший четверг получил свой заряд на продуктивную работу. А впереди масса различных состязаний, на которых юные звездочки Обнинского Олимпа обязательно продемонстрируют и все те новые навыки, которым научились на мастер-классе. Мы команда лучших всех. Нас всегда ждет успех. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов до понедельника.